Добрый день! Сегодня анбоксинг. Это головоломка компании Шинк Шоу под названием... под страшным названием будем называть ее Феникс Мегаминкс. Почему? Потому что был Феникс Куб, который имел это же длинное название, что-то там какие-то птицы куда-то что-то. Ну, все ее называют Феникс Куб. Поэтому и мы будем откроем коробочку и получаем что-то вот такое. Сама коробка показывает, как можно вращать, что от трех лет только головоломка. Ну и виды. То есть, можно заказать такой, а приедет такой, или наоборот. Там, где заказывал я, цвет был случайный. Как повезет. Либо такой, либо такой. Ну, здесь два цвета. Возможно, их больше. Не знаю. Сама головоломка. Ну и пленочка. Инструкции нет. Поэтому Феникс Мегаминкс перед нами. Что мы видим? Мы видим очень похоже что-то на Феникс Куб. Здесь вот центр был зеленый. Здесь желтый. Вверх красный. Низ желтый. Ну, здесь зеленый и синий. Я когда увидел в продаже эту вещь, да, без раздумий, решил сразу надо брать. Но единственное, мне показалось, что здесь упущена возможность сделать головоломку интереснее. То есть, могли бы цветов добавить, было бы веселей. Ну, понятно, почему они это не сделали. Чтобы удешевить производство. Вот эта вот деталька, она вся летая. То есть, она не из трех частей состоит. как пришлось бы делать, будь они разноцветные. А, одна. Ну, разбирать, наверное, не буду. Все поверят. Вращается очень хорошо. Прямо замечательно. То есть, вспомним, если Феникс Куб, то тут тоже хорошо вращался. Напомню, что это ну, шейп-мод Фишера. А Фишер, в свою очередь, шейп-мод 3х3. Вот наш Фишер Куб. И здесь можно было проследить отчетливое сходство. Центр, центр, ребро, ребро, уголок, уголок. Он не выходил здесь на эту сторону особо, но он был одного же цвета. Ну, то есть, Феникс был проще, чем Фишер. Что же у нас с Мегамиксом? Не разбирал, привоз первый раз открыл, но не трудно догадаться, что он будет менять вот свою форму. Вот так вот. Действительно, приятно вращается. И на что он способен? Ну, вот так вот. Ага, смотрите, что может? Может вот так среди желтого стоять неправильно. Это достаточно интересно уже. То есть, здесь надо будет думать. Я, наверное, даже перемешивать целиком не буду. Как он был? Ага. Ну, возможно, даже несмотря на то, что цветов здесь не так много, головоломка не так уж и проста. Посмотрим, подумаем. Ну, выглядит как-то вот так. Определенно стоит для того, чтобы она была у вас в коллекции. Да, но если вы, конечно, любитель чего-то подобного, каких-то нестандартных вещей. Фишер Мегаминкс или Феникс Мегаминкс? Наверное, все-таки Феникс. Напишите, если кто в курсе, на какой головоломка это похоже. А именно, Додекаэдр, 12-гранник. Но определенно компания Шингшоу сделала что-то дельное. Это не то, что Булгиняю, это МФ-8, который не вращается и стоит дорого. Это стоит не особо дорого, не помню сколько, но цена не удивила. И вращается хорошо. Вот во что она превращается постепенно. Можно дальше. Ух ты, ух ты. Ой, страшно. Давайте вернем. Не, не вернем уже. А, нет, вернем. Ну, скажем, головоломка стоила потраченных денег. Рекомендую. Весьма неплохо крутится и наверняка интересно будет собираться. По крайней мере занять себя будет интересно. Ну, я думаю, попроще, чем вот эта пирамидка была онлайн. Да и стоит, наверное, подешевле. На досуге я сделал несколько сборок этого феникс-мегаминкса и собирается на самом деле не так уж и сложно. Достаточно интуитивно. Единственное, что может смутить, это вот эта ситуация, когда у нас на верхнем слое одно ребро неправильно ориентировано. А все остальное в принципе может быть собрано. На обычном фениксе мы встречали эту ситуацию и она была равносильно аналогичной на кубике 3х3, когда необходимо было развернуть одно вот это ребро. У нас опять неполный крест. Если мы развернем нехитрым алгоритм это ребро, то крест станет правильным и кубик потом соберется. То же самое можно было сделать на фениксе. любым способом разворачиваем например вот это ребро зеленое в данном случае и как бы крест собрался. Остается развернуть уголки. На феникс мегаминксе эта ситуация решается чуть по другому, но смысл тот же. Нужно развернуть правда не вот это ребро, которое на самом деле не симметричное, то есть если повернуть в другую сторону это будет стоять криво. Развернуть нужно вот это ребро. на обычном мегаминксе это выглядит таким образом. Вот сверхний слой в данном случае серый. Вот это ребро стоит правильно, а вот это вот развернуто. И вот на старш самая ситуация где 4 ребра правильно ориентированы а одно нет. Так же как и здесь. Соответственно если мы сейчас вот это ребро развернем опять же любым способом получим что у нас вот это нужно немножко дособрать и здесь уже можно будет собрать нормальную звезду. Повторим на другом мегаминксе вот 4 правильно ориентированных ребра вот одно неправильное. Разворачивать будем не вот это а вот это. Теперь поднимаем делаем стандартный алгоритм возвращаем на место вот эту пару лучше решить не так как я на гане решил а просто вытащить и потом вставить хотя разница невелика а можно и так можно и так но суть в чем дальше она уже собирается ну и решим на вот этом обучалку я конечно когда-нибудь сделаю но вряд ли скоро а этот момент наверняка многих заинтересует то есть достаем вот это ребро извлекаем всю пару разбиваем ее на трехходовку загоняем как трехходовку возвращаем на место и вот мы видим как раз вот это ребро которое на вид кажется что симметричное оно не симметрично выпирает нам его сейчас нужно развернуть где-то у нас тут желтый уголочек есть да достаем целиком эту пару и другой стороной загоняем и у нас получается в данном случае два неориентированных ребра так же как в мегаминксе ситуацию решаем и вот все ребра правильно ориентированы остается только правильно ориентировать эти уголки но это уже стандартными методами по итогу это достаточно интересная и несложная головоломка которая достаточно хорошо вращается но иногда просто не очень удобно ей управлять а так всем рекомендую достойное пополнение коллекции ну и так пособирать вечерком или в дороге будет интересно а на этом все всем спасибо всем пока спасибо Продолжение следует...